В шестом сезоне рыбалки за рулем наши друзья отправились в путешествие двух столиц из Москвы в Питер Поймал, 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 поймал Но не по прямой, как это делают нормальные люди Слушай, нормальная рыба Олег, Олег, к тебе идет А заезжая в самые потаенные и неизведанные ими рыболовные места Наши необъятные родины Ведущие Владимир Солопов Игорь Калинин Мастер кадра Олег Пятницкий Самый выносливый оператор Андрей Ефремов И Леха, техник Шел четвертый день нашего путешествия Утром мы исследовали верхнее течение Волги и Матушки в районе города Зубцов Несмотря на то, что на берегу до нас уже было несколько групп рыболовов рыба для июльского утра клевала хорошо Жерих, щука и окунь попадались завидной периодичностью И исследовав около двух километров береговой зоны Волги мы отправились дальше на реку Держа Есть два предложения Держа Либо Вазуза Держа Либо Вазуза Я бы на Вазуза Так что, чтобы прям совсем поменять стиль ловли, картинку Я бы заехал на Держу Да Сейчас я понимаю, что нужно было слушать меня А не Игоря Держа встретила нас Как бы это помягче выразиться Своеобразно Если бы не этот заезд Возможно, на Вазузе мы оказались бы очень рано И не увидели бы того, что увидели Запутал и заинтриговал Смотрим Катюша направлена На Держу На запад Вот Мы, значит, к ней, к сожалению, сейчас подъехать не можем Но мы сможем подъехать вот максимально близко Ну что, Держа встречай Да, пойдем, половим Конечно, тут бои были ужасные Даже вот Катюша стоит Вот, направлено на запад Ну что? Сюда? А запахи-то какие! Как же пахнет вкусно! Здравствуй, Держа! Здравствуй, река! Совсем, конечно, ты Надо мормышку менять придется Совсем низенькая вода, да? Ну да Река Держа в районе пересечения с трассой Встретила нас, ну уж очень в летнем уровне воды Ее ширина, в том месте, где мы сейчас будем рыбачить Не превышает отметки 15 метров Глубина в некоторых местах по щиколотку В некоторых по колено Но основная сложность ловли в том, что практически все пространство реки Сейчас покрыто водорослями Которые летом растут здесь, как на дрожжах В общем, тогда мы этого еще не знали Ловим! Мне кажется, у Вова с мормышкой больше, конечно, шансов Ну вот придется сейчас на 0,3 здесь ловить 0,3 она где-то, 0,3 с половиной Пойду ближе к Вове Там, мне кажется, немножко поглубже И вот такое вот чудо Куча разных имитаций И вот начну-ка я, пожалуй, тогда с зеленого цвета Или с розового, как начал Нет, с зеленого Сейчас вода в дёрже настолько низкая Что я даже затрудняюсь в выборе веса мормышки А также нету понимания, какую приманку поставить По-моему, силиконовая микроимитация Самый лучший выбор В подобных условиях и местах Ой, как клейка долбанула Долбанула, аж выпрыгнула с ней Вон какой, блин! Вов, вон там ты бы видел какие Да вот я и говорю, и тут два десятка Но они не жрут Вон они интересуются, но они здесь что-то не охотятся Есть! Первая мормышинговая рыба и новый вид Уклейка Но не дошла А вот сейчас там поглубже места будут Мы сейчас будем за повороты заходить Там прям при ямке будут такие Даже не видно, откуда они Есть! Ты представляете? Уклейка И у меня клюну не сошла Микроголова Смотрите Ну вот мормышка Вот какого головля можно поймать Да, вот странно Прям такой при ямок Опа-на! Опять микроголавль Вот это вот размер Но тут крупные сидят Ребят, сейчас он Кто-то из нас его точно поймает Оооо! Знаешь, что интересно попробовать, Игорь? Провести вертушку Они же ходят за вертушкой А потом Добить их мормышкой Сразу же попробовать, да Его мормышкой То есть правильно я понял? Я буду выгонять на тебя рыбу А ты ее будешь ловить Да Аааа Вот здесь вот Есть! Вот вообще мормышка это такое Там хорошее место с каждого заброса Покрупнее сошел, поменьше И причем смотрите, как он ее заедает Вот как настоящая насекомая То есть он ее проглатывает Но, несмотря на достаточно частые поклевки Очень мелкой рыбы Мы начали чувствовать однообразие Слушайте, мы прошли уже порядка 100 метров И только в одном месте Вот там вот в двух местах Был голавль нормальный Но он на приманки не реагировал Спустя 20 минут ловли Мармышинг наскучил С ним, конечно, весело Когда клюет с каждого заброса Да и рыбки покрупнее Сейчас же в Держе очень много мелочи В общем, делать особо нечего Поэтому едем дальше Река просто прекрасная Но в этом году В 2022-м В ней практически нет воды Очень низко И на самом деле Что Мармышинг Что микроблесна Вертушки Колебалки Ребят, ну нечего здесь делать Кто-то скажет, что А, рыбы там не поймали Мы поймали там 2 или 3 рыбки Этих маленьких Да, мы показали место Куда не надо ехать Привет, зубцов! Зубцов, зубцов Давно не виделись? Да, кстати А Игорь думал, что мы переезжаем Когда речку, тут мост Что это волка течет Я думал, что она вот так вот и идет Низкий уровень Низкий, конечно, ребята Вообще Прям камушки все видно Да, вот там перекаты Вот туда вот мы поедем Перед тем, как спуститься к реке Мы решили посмотреть с моста Есть ли под ним рыба И каково было наше удивление Когда в полдень Самое жаркое время В тени под мостом В одном месте Собралась невообразимо Разношерстная компания Подводных обитателей Такого я раньше Никогда в жизни не видел Слушай, там щука Ты посмотри, кто плавает Вон, иди сюда Ты посмотри Вон, видишь, выплыл Лещ Это лещ Вот там вот стоит щука Килограмм 5 или 6 За ней стоит вторая Килограмм 5 или 6 Короче Пошли, ребят Вот такие рыбы Я даже не знаю, как вам показать их Квадрокоптер у нас не работает Поверить на слово Поверить на слово Я не знаю, как Андрюх заснять Надо подумать А у тебя полярик работает? А, у тебя нет Олег, подойди, пожалуйста Да, там мещайный лещ, щука Все в одном месте стоит Короче, дай-ка мне Наведи Дай я посмотрю на воду Вот это вот жерехи плавают Огонь крупный стоит Это все в одном месте Это вот-вот-вот Вот они все Вот эта щука Меня вообще поражает Раз-два-три Жерех Вот это вот, кто я не понимаю То есть, что они там стоят Я, конечно, еще тот оператор Ну вот-вот там головаль крупный стоит Вон она, щука стоит Вот они Да это же просто Вот это да Вон окунь стоит Вон лещ стоит гигантский Это что за стоплотворение такое Непонятно Вот это да Вот это, ребята Вот это вот язь большой, наверное Или головаль очень крупный Слушайте, вообще, конечно Тут мы заехали Вот лещ Скорее Я даже не знаю Со спины сложно определить Непонятно, что они делают Вот они Вот он Или головаль, или жерех крупный Гигантские головли Гигантские щуки В общем, очень крупная рыба Стоит Под мостом И причем головаль Ну, реально килограммки Вот 200 Прям, ну, крупный Вот прям вот такие вот Мы сейчас Будем ловить с моста Вот такими вот поверхностными Силиконовыми приманками У меня прям это Небольшой такой тремор Начинается Я предвкушаю То, что есть возможность Поймать То есть Не надеюсь Не рассчитываю Что точно поймаем А вот Именно предвкушаю И начинаю Немножко тревожиться Такое количество рыбы Если хоть одна Клюнет Это будет уже Уже будет достижение Вон, я прямо сейчас Им близко кину Вон он, вон он Вон он Идет, 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 идет Мимо прошел Под ней Под ним проплыл Давай, давай, давай Не, не, не Натуралочку надо, Игорь Течение слабое Нет, видишь Он, и там он заинтересовался Но он не клюнул Сейчас мы его все равно обхитрим Под мостом На плавающей имитации Паукообразных И жуков Гигантские головли Реагировали Но Недостаточно агрессивно Каждый раз Когда крупный лобастый Подплывал к приманке У нас захватывало дух Но стоило ему Разглядеть подделку Как рыба Мгновенно отворачивалась И уплывала Попытки поймать головля На импровизированную тюколку Продолжались недолго Один из местных мужиков Шел по реке И что-то искал И когда оказался Совсем близко Головли Разом сместились в сторону Смело реагирует Подходит к нему Смотрит Ну вот, смотри Нападение Вон он даже Вот, смотри Вон, видишь Да, да Вон их там толпа целая Вот реакция Вот вся реакция Которая есть Тонет Он плавает Заглубляется На месте дергается Сейчас начнешь подходить Да это у меня Вон с большими Там та же самая история Ну то есть он попробовал Один раз Вот этот самый крупный Который И все Конкуренция Конкуренция Нет Ну-ка, дай-ка я туда Слово Рыженького Давай Распугал всех Сплывай Своим рыженьким Разбежались В общем Распугав последних головлей Сфотографировавшись С нашим зрителем Мы отправились под мост Попробовать поймать Эту рыбу С другой позиции И немного другими Видами приманок Когда выловил Последний раз? А? Неделю назад Неделю назад Ловил Крупного ловил? Какие-то Нормальные Нормальные Нормальные? Какой размер? Ну, проявляйте Пример Манграмм По 700 По 700? Хорошо Понял Спасибо тебе Короче, вот там Надо было заходить Давай Вот так вот Игорь, ты где? Есть Полин Вот это, ребята Что ж такое там? Фрикцион, что ли, подтянуть? Не знаю Короче, сошла рыба Какая-то хорошая рыба Клюнула Травка прилипла Не будем клевать Кинул не так Не будем клевать Будете с моста ловить Не будем клевать Как их поймать? Тихонечко-тихонечко Пойдем Вот там вот щуки стояли Щучки-то нормальные были Прям рыба-то крупная была Прыгают, скачут Головля-то тут сколько, а? А как его ловить? Так, я даже не знаю, что надо с этим делать, честно говоря Зайдя под мост, мы принялись облавливать места, где точно стояла рыба Но на самом деле сейчас середина дня И ее активность, ну уж очень слабая Есть Но это Это облом Это облом Тут такие головли, ези, жерехи и щуки стояли А я поймал окуня Но на самом деле они стояли от солнца, прятались В тени Дружище окунь Дружище окунь всегда выручает Хоть кого-то Такой Гнать, они клюют головли, ну хоть я у тебя клюну Порадую Вот он сразу и сошел Сразу атаковал Есть Но кто-то некрупный Окунь Судя по поведению, опять дружок окунь Эти все время, по-моему, активны О, о, там кто-то вот лечится Чуть покрупнее В центре реки Прощай, дружище Следующие пять минут ловли результата никакого не принесли И мы решаем двигаться дальше Удача под мостом нам как-то двояко улыбнулась Вроде и рыбу нашли Но вот поймать ее, к сожалению, не удалось Увидеть рыбу не означает поймать У меня знаешь, сколько раз атаковали головли? На вертушку? Сначала на вертуху, потом я поставил колебалку Вот на нее была самая такая хорошая поклевка Поехали Игорь Что за жесть такая? Ребята Че? Ну хрена в воде-то стали? Браконьерская снасть уносим Кто оставил? Почему не используют? Негодяи Итак, без того бедных Пойдем в этот Сломаем подъемник Все Теперь не клюнет Оставим здесь Погнали, ребята В общем, вывод такой С мостов лучше ловить на натуральные Вывод такой С мостов лучше не ловить Нет Самое обидное для рыболова Видеть кучу рыбы И не поймать ее И не поймать По отъезду Из-за того, что не поймали рыбу Мы были уличены нашим самым старым оператором В непрофессионализме Например, то же самое Что если бы нам с тобой поставили камеру на штатив Выставили кадр Сказали, вот надо нажать Я уже понял И мы бы не смогли ее найти И мы бы час-полтора искали эту кнопку и не смогли нажать Хуже, мы бы нажимали на другую Нажали, но мимо Нажимали Рыбу вы видели На самом деле, я знаю причину, почему У нас она клюнула У нас она клюнула Мы не смогли ее подвытащить Ну, правда Едем сейчас в направлении Ржева Ночуем в Ржеве И уже завтра Со свежими силами Может быть, опять на вазу завернемся Пока вот, ну, чуть-чуть здесь покрутимся Утро было, начало было хорошим Продолжение было так себе Хотя в каждом месте по небольшой рыбке мы все же поймали Что-то я еду, прям засыпаю, заговариваюсь такой Ой, ой, ой Сон клонит Тут стоит дать маленькое лирическое отступление С водоема мы выдвинулись в город Ржев По прибытию в который сразу же заснули на съемной квартире Проспав там до следующего утра Утром пятого дня проснулись в Оржеве И отправились прямиком на плотину Которая является границей между Вазузским водохранилищем И одноименной рекой Утро пятого дня Мы выезжаем из Оржева И немножко возвращаемся в сторону Зубцова Проверить плотину А после... Посоветовали нам вчера, да, заехать на плотину И если к нам техник приедет, то мы возьмем нахлыст И обязательно попробуем доловить этих головлей под мостом То есть у нас сейчас идея фикс такая возникла Попробовать на Вазузе нахлыст Не дают покоя те головли, которых мы вчера видели Которые просто игнорировали приманки Едят траву какую-то, все подряд Все кроме наших приманок, короче Вот если вдруг будет все получаться То мы попробуем их поймать все-таки Ребята, плотина Давайте посмотрим Сейчас, дай, спросим Утро доброе Подскажите, пожалуйста, а порыбачить, если вот там со стороны плотины где-то есть сиест? За пределами ограждения, пожалуйста За пределами ограждения, да? Ага, рыбачат? Да Вы не рыбак? Нет К сожалению, охранник оказался не рыболовом И мы двигались по живописной плотине к заветному месту в полном неведении А вот теперь поворот за плотиной Нормально, это не так, что там 300 метров к плотине подходить нельзя Вот, кстати, зубцови-то, смотрите, как хорошо Раз ограждение есть Оградили они, вот саму плотину оградили И еще метров сто оградили от плотины забор, и все А вот он, вот-вот подъезд Ну смотри, вот там перекат То есть мы тут час можем провести Спокойно Давай попробуем Ну нормально, вот мы приехали Заграждение, нет, правильно? Все, плотина есть, ребят Итак, плотина, разделяющая водохранилище и реку Встретила нас приятным, отчасти индустриальным видом Ширина за сбросом в районе бочага около 40-45 метров Глубины в июле месяце от 1 до примерно 4,5 метров За бочагом река сразу мелеет, и ее можно перейти по пояс На дворе лето, и во многих водохранилищах из-за жары недостаток кислорода Но данного места это не касается Ловим Прошу вас Спасибо Я думаю, что здесь очень много будет зацепов Думаешь? Ну что, пробуем У меня белый силикон А у тебя натуралочка, да? Да, у меня натуралочка Мало воды, и не факт, что тут у плотина-то какая-то рыбешка стоит На дне здесь ил И приманка мгновенно ложится Да, на дне много камней, скорее всего Так Слушай Да что ты будешь делать, ребята, две поклевки, Игорь Судак боднул два раза Сейчас я вымотаю Все, я направление заметил, где рыба Смотрите Тоже поклевка Есть поклевки Да, но только это Ничего не сдернул, не сорвал Два раза рыба боднула Это может быть белая рыба цепляется Может быть, кстати Есть Не стал подсекать Поймал рыбу Повисла мелкий судак А, не, окунь Да ладно Окунь Вот кто это прокальзыч Да Так, первая рыба сегодняшнего дня Это окунь На плотине Тык-тык-тык-тык-тык-тык А мне? И тебе покажу, дорогой мой оператор Вот она У меня жена называет окуня дружбан Говорит, вот когда никто не клюет Вот он обязательно, как настоящий дружбан выручит Подарит капельку эмоций Вот направление, Игорь Есть Вот он опять дружбан Еще Ай, не дотащил Не дотащил, ребята Не дотащил Так, ну я нащупал, где рыба стоит Теперь дело техники ее ловить Да ладно Че? Да вот за что-то зацепился и сразу обрыв У меня то же самое Срезал об камень Ух ты! Я думаю, что на дне примерно вот такая же история Поэтому приманки срезаются просто Да, неприятно, слушайте А что поделаешь? В первые 20 минут Ничего особенного не происходило Но что у меня, что у Игоря Внутри было какое-то приятное И известное многим из нас предчувствие Предчувствие того, что здесь живет кто-то крупнее окуней И это предчувствие было неспроста Поймал, 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 поймал Поймал Хорошая рыба Надо срочно ее поднимать Потому что там камни Не спеши, не спеши, Игорь, трофей Там камни За камнем? Камни, камни Сейчас она до камней дотянется и все Надо ее срочно поднимать Слушай, крупная рыба, да? Очень Сейчас я тебе помогу Не спеши только Главное вытащи Главное поднять ее на поверхность Чтобы она не чиркнула по камням Рыба Это огромнейший сударь Хоть посмотреть бы на нее Стой, стой, помогу, помогу Не спеши, не спеши, я помогу Игорь, я сам Я сам, я сам Не, 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 на, 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 этот Я сам Подожди, вот, 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 вот Все, никакой паники, я сам Тихо, хорошо, успокойся Все успокоились Держи, стой Тихо, тихо, Вов, не надо Ничего не делайте, пожалуйста Ничего не делайте, все Снимайте, тихо Спокойно, спокойно Видишь, камень лежит Сейчас просто, если он по этому камню черканет, все Но он нам зацеплен на самом деле Ты повыше встань, чтобы ему полегче это Тихо, давайте, ребята, без паники Все, успокоились Это реально супер трофей, ребята Трофейная рыба, здесь нужно вести себя очень спокойно И не делать лишних движений Наш, ребята, наш Игорь Сейчас, держи Игорь Взял? Держу Дай, чтобы ему жабры не портить Стой, чтобы ему жабры не это Чтобы вы понимали Сейчас это я не придумаю Руки трясутся Рыба реально трофейная Смотрите, как сидела Вот это да, смотрите Жаброй боданул Вот смотрите, как он держится Еле-еле на сопельках Если бы я что-нибудь не так сделал Он бы сошел Я очень давно таких рыб не ловил Мы вообще в рыбалке за рулем таких рыб ни разу не ловили Вот это да Вот это мы заехали Шикарный суда Потрепал мне нервы Здесь все в камнях Если бы я его не поднял Он мог... Игорь, давай отпустим, потом расскажешь Отсечь леску Да, друзья Давайте отпустим его Потому что рыба большая Она должна обязательно выжить Сейчас мы его чуть-чуть подержим Чтобы он пришел в себя Рыба должна сама вырваться Все, сейчас опускаю Все, фотографии есть, смотри Поздравляю, это самый крупный судак за всю историю рыбалки за рулем Я старался Я честно признаю, я старался Держи, молодец Ребята, ну что, ловим Ты можешь посидеть, а я буду ловить Можно я посижу? Конечно, шансов у него уйти было очень много Все, вот после такой рыбы Можно посидеть, посозерцать места Отдохнуть чуть-чуть Дождаться, в конце концов, когда перестанут руки дрожать Потому что адреналин Это адреналин, ребят Это все нормально со мной Просто попадает в кровь адреналин И руки немножко дрожат Собственно, это то, ради чего мы ездим на рыбалку Даже у Олега вот здесь все дрожит В общем, эта рыба подарила адреналин И не только Игорю, но и всей съемочной группе И пока он приходил в себя, я упорно ловил А операторы не менее упорно снимали А клюнул он тебя вот отсюда? Да Вот прям на границе, прям вот как свал Ну вот со свала Кстати, ходить по большим камням не очень-то и удобно Но если это делать внимательно и не спеша То упасть будет сложно Поменяю позицию Вот отсюда попробую Своевременная смена позиции Почти сразу же принесла свои результаты Буквально с третьего заброса Моей приманкой заинтересовался вначале окунь Откусив виброхвост у хвост Что на самом деле и сподвигло меня на смену типа силикона И, вероятно, благодаря этому действию Был пойман следующий судак Ну пассивная рыбка стала, Игорь Хвостик обкусила сейчас Я думаю, рыба здесь привыкла к приманкам и к рыбакам Судя по тому, что очень много мусора рыболовного Думаю, каждый день рыба видит приманку какую-то Странно, почему сегодня нету никого из рыбаков Есть Я даже это Ничего не успел сделать на выбросе, ребята И рыба хорошая, да? Нормальная рыба, да Вот может, надо всегда скрещенно ловить? Надо скрещенно ловить Слушай, нормальная рыба на выбросе идет куда-то в камне Такое ощущение, что я забагрил А может, это и не рыба, кстати Олег, Олег, к тебе идет Судак Прям к тебе идет Ну не такой, Игорь, конечно, как у тебя Шикарный судак Ну под килишник Слушай, на выбросе, на пассив Да ладно Ты посмотри-ка Ты посмотри-ка Ты посмотри-ка Ребята Я тоже поймал судака Что творят эти? На пассив, что творят корейцы, да? Вы посмотрите Какой красивый Не такой, конечно, огромный, как у Игоря Но зато судак Владимир Палчак Красавец Игорь Крест-накрест у нас выработалась новая технология Я иду вас поздравить с первой сегодняшней рыбой Слушай, мы вообще молодцы, конечно Братан, мы прям молодцы Смотри Вот это какая Класс Килишник, полторашник Полтора точно есть Слушай, вообще супер Кто смотрит нас по телевизору Присоединяйтесь в сообщество ВКонтакте Называется оно Охотник и рыболов Кстати, в этом сообществе Мы выкладываем свои фотографии со съемок И если кому-то это интересно Милости просим Все, ребята Олег Очень не хочется убивать рыбу А хочется, чтобы она выживала Ждем Стой Вот он очень любит так делать Какой? Пока, дружище Злой, сердитый такой А я предлагаю, пошли на перекат Попробуем кого-нибудь нового По судаку поймали По окуню поймали Шикарная плотина Не зря я ее выбрал Результаты радуют Правда, здесь мы, конечно же, уже засиделись Но пока рыбу не отпускает Вон он, смотри, жерех Жерех Жерех? Жерех Чуть я до нее не добросил Большой жерех был Слушай, дай-ка я приманку поставлю Ты же у нас профессионал по жерехам Попуха Ну как сказать Смотри, в каких местах Конечно, я не был уверен Что вот там выпрыгивает именно жерех Как выяснится чуть позже Жерехом оказалась просто голодная щука Игорь, вот тут стоишь И дует просто вот, дует холод А тут же воздух вместе с водой выходит Воздух тоже холодный Рыбачишь под кондиционером практически Ага Атаковал? Да на воблер сошла рыба Сейчас воблером пробую ловить, как джигом Есть! Я говорю, воблером пробую ловить, как джигом Судак опять Причем, слушай Не крупный, но судак Класс вообще Аня, щука, щука, новый вид Вот сейчас я щеке очень рад Вот это да Молодец! Яс! Ура, ребята! Прекрасное место, Игорь! Спасибо, плотина! Спасибо, Вазуза! Вот она какая! Причем, Игорь, вот там-то была Вот если с этой позиции войдешь, но вода леденющая А поклевка-то была и там Вот и на выбросе была поклевка И она уже здесь клюнула То есть она вряд ли шла за ним так долго И второй раз его там клевала То есть там клюнул, значит, судачок или окунь кто-то Чайка ругается Говорит, надоели вы тут рыбу ловить Блин! Удар! Удар! Два удара подряд! Игорь, ты видел, да? Я не понял, что сейчас было Ну, не рыба, да? То это я не понял Она клюнула, как рыба Пошла, как рыба А потом я вытаскиваю Ну, то есть я считаю ее вытаскивал, вытаскивал, вытаскивал И сверху почему-то продрался Это леска или рыба? Это леска, вон она А, это леска Давай попробуем ее отцепить Что там, интересно? Там джиг какой-нибудь Я могу дойти, Игорь Сейчас, сейчас, сейчас Насколько ты ее потащишь? Стой! Воблер, аккуратно! Ага Очищаем вам плотину местные рыболовы От лесок ненужных Да Вода ледяная Ох Ну что, поехали Поехали, поехали Но сказать поехали И реально поехать с места, где у нас клюет Мне кажется, с первого раза невозможно Таким образом, вдохновленные поклевками и поимками Мы решаем исследовать реку вниз по течению 100 метров вот по этому затяжку пройдем Скажу так Следующие полчаса были потрачены зря Мы прошли около 150 метров Обловив каждый закуток и приявок Пробовали воблеры, вертушки, микроджиг Но результата не было В Азузе очень холодная вода Но мелководные зоны ниже плотины Даже несмотря на это Были абсолютно безрыбными Четыре вида А, нет, три вида Три показываю, говорю, четыре Три вида Супер судак Нормальный судак Четыре вида Супер судак Нормальный судак Щука Окунь О, плотина Чуйка-то работает Игорь, не зря вернулись Когда вернулись обратно К машине Просто уехать с места Рука не поднялась В районе камней, где мы ловили Было настолько все замусорено Пачками от силиконовых приманок И сигарет Что не отблагодарить место Там убравшись Мы позволить себе не могли Вывод сейчас сделаю такой Перед нами здесь была толпа не спиннингистов А спиннингистов-свиней Которым, вероятно, в удовольствие Рыбачить стоя по колено В собой же набросанном мусоре Пакет охотника-рыболова Битком И он битком Одни упаковки от приманок Он битком Друзья, ну, конечно, некрасиво Прямо некрасиво Это все потом в воду попадает Как-то это Давайте не в одну калитку А то все это привыкли Только брать и ничего не давать Некрасиво Минутка добрых дел В проекте Рыбалка за рулем Друзья, мы прячем этот клад В месте, где Игорь На данном этапе Пока что Поймал самого крупного судака За всю историю проекта Рыбалка за рулем Здесь подарки Первый клад Здесь подарки А вот такие классные подарки Это будет сюрприз Тут три подарка И приманка, на которую попался судак Останется здесь Мы ее прицепим вот так сверху И у нашедшего будет шанс тоже поймать его Вот именно на эту приманку Именно с этим грузом С этим крючком Клюнул этот судак Идем Вот мы сейчас, как обычно, под поваленное дерево Вот сюда вот Вот тут вот Ой Чуть-чуть придется полазить Чуть-чуть Вот так вот Будет Лежать Наш клад Нормально? И вот так вот Закрытой Корой Сейчас Вот так вот Вот Все Так что кто приедет сюда порыбачить Есть возможность найти клад Взять приманку Уже намоленная Приманку и поймать судачка Да Все? Все, отлично С плотины уезжали счастливые Еще бы Столько всего Произошло И удалось сделать Буквально за пару часов Ну что Выезжаем с плотины С настроением У меня улыбка Вот У меня она вообще не сходит Просто Да Аналогично Ощущение от места Очень приятное Больше того Не только по рыбе А еще и Стоишь Атмосфера Как будто в горах В каких-то рыбачишь С плотиной Вместе с холодной водой Идет холодный воздух И ты стоишь на белых камнях И кондиционер И такой кондиционер Лицо Так классно вообще Поймал рыбу я На фиолетовый цвет Классический Такой Для холодной воды Я не скажу Что он там Для зимней рыбалки Или для осенней Я использую Такой Не знаю У всех по-разному А я взял беленькую 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 И себя тоже Отлично показала Рыба попалась Я вам все равно скажу Хоть вы все и видите Рыба попалась Размера Тут правда Покажи Покажи Вот такого Места не хватает В машине Продолжи Олег Ты там держи руку Я здесь Давай Вот так Вот такая примерно И вот с таким глазом Решили покрутиться Немножко в районе Зубцова еще Вот буквально Да В районе Вазузы Едем в деревню По имени Высокино Деревня Высокино Вчера один местный житель Нам подсказал Место где щучек Можно половить Вот попробуем Заехать сейчас туда Большой берег Высокино Малой корове Надо Поверните Направим Хорошо Малой корове